Воздушные шары, полопланы, автожиры, вертолеты. В Северском районе прошел фестиваль воздухоплавания «Небесная ривьера». Праздник открылся 17 мая в станице Азовской. Его посвятили 95-летию Северского района. Фестиваль «Небесная ривьера» – это зрелищное шоу, парады воздушных шаров и культурное событие, на которое собираются тысячи любителей активного отдыха из разных регионов Юга России. Задачей фестиваля воздухоплавания стало объединение земного и воздушного пространства в одной праздничной феерии. Это прекрасная возможность с высоты птичьего полета насладиться величественной красотой природы Северского района. На открытой живописной площадке расположился фестивальный городок, который состоял из сцены аттракционов и фудкора. Сбоку расположилась взлетно-посадочная полоса. Каждый желающий при помощи профессионального инструктора мог испытать незабываемое чувство безграничной свободы парения в небесном пространстве, на воздушных судах сверхлегкой авиации. Нам выпала честь участвовать в таком мероприятии, шоу, где воздушные шары, автожиры. Ну и, конечно, пригласили нашу компанию с хеликоптером для участия в этом мероприятии. Вентолет у нас Робинсон 44-й. Хороший, если легкий аппарат, который, к сожалению, воздуха, чтобы, если дилетанты говорят, весит он немного, до тонны 900 килограмм. Но, именно, вооруженность у него большая, способен поднимать 4 человека вместе с пассажиром. Безопасный, во-первых. Это я хочу, как летчик, который пролетал 40 лет в авиации. На празднике выступили заслуженные пилоты из Краснодарского края, Крыма и других регионов. Зрители с интересом наблюдали за показательными полетами моделей сверхлегкой малой авиации. И смотрели выступления воздушных акробатов на параплане. Для гостей фестиваля работала ярмарка сельхозтоваров, а также декоративная и сувенирная продукция от местных умельцев. Руководство Северского района во главе с Адамом Джаримом посетило Северский курень, где гостей встретили хлебом с солью да песнями звонкими. Уж бы гостюшки дорогие, уж бы гостюшки утолые, Эй, ой, да, ой, да, утолые, эй, ой, да, ой, да, утолые. Торжественная часть открытия фестиваля «Небесная ривьера» прошла на главной сцене. Организаторы мероприятия пожелали всем гостям праздника прекрасного отдыха. После чего ко всем собравшимся обратился глава Северского района Адам Джарим. «Фестиваль воздухоплавания впервые проходит у нас в Северском районе. И по настроению людей вижу, что вам это нравится, да? Я хотел бы, чтобы прошли очень весело, очень впечатляюще, чтобы каждый из вас унес отсюда с собой тепло, благополучие, чтобы вам все понравилось, особенно вашим детям». Для гостей подготовили выступления творческих коллективов и звезд российской эстрады, выступления театра «Танцы и света», интерактивные игры и конкурсы, а также балканское шоу «Барабанщиц». Посетители фестиваля смогли насладиться не только фееричным шоу, но и уникальной природой и историческими местами Северского района. Для этого работали конные прогулки и джиппинг. Самых юных зрителей пригласили в детскую страну Чудоландия с посещением музея занимательных наук. Ребята с радостью приняли участие в мастер-классах по авиамоделированию и робототехнике. Помимо этого для маленьких посетителей работал детский городок с красочными батутами и аттракционами, аквагрим, шоу мыльных пузырей и сладкие угощения. Хороший фестиваль, спасибо организаторам, интересно, все для детей, очень вкусно покушали. Спасибо огромное, желаем процветать. Поздравляем Северскую с 95-летием, желаем всего хорошего, доброго, светлого и процветать, чтобы радовало, собственно, как и всегда. На самом деле мы в большей степени детей привезли, чтобы они посмотрели, что такое воздушные шары. Мы-то как бы это знаем, а чтобы дети как бы немножко просветились, так сказать. Первый раз здесь, кстати, услышали по радио и вот примечали, как клево, ждем концерта, очень, с нетерпением. Организаторы молодцы, праздник хороший, у всех настроение хорошее, все прекрасно. Здравствуйте. Приехали впервые на такой интересный фестиваль, чтобы узнать, посмотреть, ну и полетать, конечно же. Меня зовут Валентин, я из Ростова-на-Дону, я мастер музыкальных инструментов, делаю вот флейты, керамические флейты, которые называются «Окарины». И могу вам наиграть. Самой зрелищной частью фестиваля стали, несомненно, полеты воздушных шаров. Люди с интересом наблюдали за подготовкой аэростатов к запуску в небо. К слову сказать, полет на тепловом аэростате – это самый безопасный полет из всех видов воздушного транспорта, когда-либо созданных в мире. В вечернее время начался подъем в небо привязанных аэростатов. Каждый желающий мог реализовать свою мечту о полете, а затем поделиться своим бесценным опытом и рассказать о первых незабываемых встречах с небом. В ночное время о тепловых аэростатах просто не оторвать глаз. После заката шары подсвечиваются, и они поднимаются в воздух под музыку. Фестиваль «Небесная ривьера» продлился три дня, главным из которых стала суббота, 18 мая. Именно в этот день и состоялся основной концерт. На площадке фестиваля выступила Дана Соколова. Молодая и перспективная певица входит в состав российского лейбла «Блэк Стар Мафия». В этот день со сцены звучали известные хиты, такие как «Разведи небо, только вперед» и «Индига». Еще одним подарком для гостей фестиваля воздухоплавания стало шоу светящихся воздушных шаров. Завершился праздник красочным салютом на фоне тепловых аэростатов. Елена Меркатан, Владимир Галуцкий, Руслан Лоуф, Павел Фисатидиди, телерадиокомпания «Таман», Станица Азовская. Тяжести ей не страшны. Тамара Боченко и села Львовская, как никто другой, знают, что спорт доступен каждому. Девушка регулярно представляет Северский район и Краснодарский край на различных соревнованиях по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также она является студенткой факультета адаптивно-оздоровительной физической культуры Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Пауэрлифтингом я занимаюсь уже 4 года. И за эти 4 года я одержала много побед. Была также и серебряным призером, и бронзовым призером на различных краевых соревнованиях. Также я была на Всероссийском фестивале по пауэрлифтингу в городе Евпатории. Там я заняла первое место. Тамара успела побывать на различных спортивных конференциях. Одно из последних на сегодняшний день мероприятий, в которых она поучаствовала в чемпионат России в городе Брянск. В Брянске с 26 февраля по 3 марта состоялся чемпионат России по пауэрлифтингу спорта опорно-двигательного аппарата. Там я заняла второе место и была награждена медалью и грамотой. Как известно, спортивные достижения зависят от многих факторов и в первую очередь поддержки. Большую роль в победах Тамары играют родные и близкие. Я очень благодарна родителям за то, что они меня всегда поддерживают в спорте. Всегда говорят, что ты займешь всегда хорошее место. Ты никогда не будешь проигрывать. И всегда помогают. Несмотря на большие достижения, Тамара Боченко не собирается останавливаться на достигнутом. Мечта девушки представить нашу страну на летних паралимпийских играх в городе Токио в 2020 году. Сейчас Тамара усиленно тренируется со своим наставником, чтобы попасть в сборную России. С каждым годом все быстрее, выше и сильнее. Подошла к концу 12-я всекубанская спартакиада среди образовательных организаций и в Северском районе подвели ее итоги. На стадионе «Олимп» в станице Северской собрались спортсмены из образовательных учреждений района, чтобы определить тех, кто взойдет на пьедестал. С сентября 2018 по май 2019 года ребята принимали участие в соревнованиях по волейболу, гандболу, баскетболу, мини-футболу, состязались в спортивном туризме и веселых стартах. Победители и призеры спартакиада наградили кубками и медалями. Поздравить участников соревнований пришли творческие коллективы района. Большой спортивный праздник стал отличным завершением долгого, но увлекательного периода турниров и соревнований. Но в следующем учебном году нас снова ждут победы и рекорды, с которых ребята, возможно, начнут свой путь в большой спорт. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить? Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение. Сигнал к лучшему. Полторы тысячи бегунов из 67 стран попробовали свои силы в сложнейшем марафоне «Великая китайская стена». Соревнования прошли недалеко от Тяньцзиня. Спортсменам пришлось дважды преодолеть 5164 ступеньки, некоторые из которых доходят до колена. Изнурительная жара добавила трудностей атлетам. Зато перед ними раскрылся великолепный пейзаж. А на трассе, идущей через поля и деревни, бегунов подбадривали местные жители. «Это превосходно. Мучительно, но превосходно и очень весело. Последние 8 километров были трудными. И подниматься на стену во второй раз тоже непросто. Но нас тепло приветствовали замечательные люди». «Удивительный пейзаж. И нас все приветствовали. В деревнях просто чудесно встречали. Они танцевали и пели». Среди женщин победила американка Кали Кейви. Её время – 4 часа 12 минут 27 секунд. «Мне пришлось ползти на руках и коленях. Казалось, что меня стошнит. Потом я увидела девушку, которая позже заняла второе место. Я заметила её позади и подумала, что лучше поторопиться, чтобы она меня не догнала». В мужской команде первое место завоевал Дуглас Уилсон из Австралии. Он пробежал дистанцию за 3 часа 25 минут 25 секунд. Международный марафон прошёл в 20-й раз. Помимо классического забега в 42 километра, атлеты пробежали полумарафон длиной 21 километр. А спортсмены-любители преодолели дистанцию в 8,5 километров. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!